Возможен ли Майдан в Российской Федерации? Уверен, что этим вопросом задаются многие люди, и не только россияне. Протесты начала 2010-х годов в Москве и крупных городах России, включая знаменитый «Марш миллионов», не дали сколько-нибудь значимых результатов. Хотя казалось, что россияне были очень близки к достижению серьезного прогресса в противостоянии с властью. Почему же революции в России тогда не произошло? И почему сейчас протест, за редким исключением, сошел на нет? Причина в жестких действиях полиции, в недостаточной решимости протестующих или в чем-то еще. Ответ достаточно прост, хотя на первый взгляд и не совсем очевиден. Причина того, что в России ничего не происходит, кроется в одной очень позорной истории, произошедшей в Москве около 50 лет назад. Дело в том, что в послесталинском Советском Союзе был настоящий взрыв протестного движения. Кремль едва успевал подавлять отдельные крупные бунты в регионах и скрывал информацию о волнениях. Но слухи ползли по Союзу. Система уже пошатывалась. И если бы участникам подпольного сопротивления в республиках и в Москве удалось объединиться, то режим вполне мог быть свергнут, и распад СССР случился бы значительно раньше 90-х. Ввиду ряда объективных причин, центром протестного движения могла стать среда московских интеллектуалов. Ведь столица Союза была средоточием культурной, научной жизни и вместе с тем вольнодумства и диссидентства. Но по иронии судьбы, совсем не злобное КГБ, а именно московская интеллигенция на корню уничтожила зарождавшееся протестное движение в СССР. Как диссидентам Москвы удалось угробить протест в Советском Союзе? Что именно полностью деморализовало противников советской власти в столице? Почему многие, живые и ныне участники тех событий, до сих пор готовы провалиться от стыда под землю, вспоминая прошлое? Смотрите далее. Уважаемые зрители, поддержите наш канал на платформе Patreon. Ссылка в подсказках на экране и в описании к видео. Бесклассовое общество СССР на самом деле было кастовым. Коммунистическая номенклатура максимально усложняла путь наверх людям с улицы, то есть простым гражданам. С 1940 по 1956 годы в Союзе ввели платное образование, и целое поколение молодых людей оказалось в самом низу социальной лестницы. Повторю еще раз. Образование в те годы было платным. Отсутствие жизненной перспективы среди молодежи породило хулиганство, своеобразную форму сопротивления коммунистическому режиму. Именно хулиганы часто были самыми активными участниками стихийных массовых выступлений в различных городах СССР в 50-е и 60-е годы. После смерти Сталина методы управления страной, построенные на терроре и массовом принудительном труде, исчерпали себя. Самый первый удар по сталинской системе нанесли узники концлагерей ГУЛАГа. Благодаря саботажу и восстаниям, организованным военнопленными бойцами УПА, система рабского труда узников коммунистических концлагерей прекратила свое существование. Советская власть была вынуждена прекратить политику массового политического террора, но тем не менее и дальше преследовала граждан за политические убеждения. В тюрьмах и концлагерях оставалось еще много узников совести. Кроме политических проблем, экономическая политика советского правительства приводила к массовому обнищанию и так небогатого населения. Начиная с 1955 года из-за недовольства граждан по Союзу стали происходить массовые народные протесты. В частности, выступления в Кемерово и Грозном, события в Грузии, повсеместные волнения верующих, протесты в Бийске, Краснодаре и Новочеркасске. По всей стране росли антимилицейские и антисоветские настроения, порою переходящие в столкновения разного масштаба. Но особенно опасными для коммунистической власти на самом деле были участники национальных антисоветских движений. Их представители были больше мотивированы на борьбу и крайне редко шли на сотрудничество с московско-большевистским режимом. Именно поэтому на подавление этих движений направлялись огромнейшие усилия. Стоит вспомнить жизнь мужественного сына крымско-татарского народа Мустафы Джемилева. Или как сознательно шли на смерть и мучения украинские герои. Василий Стус, Иван Светличный, Валерий Марченко, Олег Сатихий и множество других. После разгрома украинской хельсинской группы в ее ряды на борьбу с коммунизмом приходили новые борцы. Но в Москве, где преследование диссидентов не было таким строгим, как в национальных республиках, сопротивление коммунистическому режиму пошло своим особым путем. С возникновением государства Израиль, движение отказников, граждан, отказывавшихся жить в СССР, имело серьезную поддержку из-за границы. Кроме того, страны Запада начали предоставлять политическое убежище пострадавшим от коммунистической диктатуры. Московские диссиденты быстро ухватили эти два ключевых момента. Многие из них начали делать себе громкие имена борцов с коммунизмом, чтобы получить политическое убежище и соответствующие льготы в западных странах. С этой же целью старались найти свои еврейские корни. Основная часть московских диссидентов сосредоточила свое внимание на праве на эмиграцию и на защите репрессированных товарищей, которые тоже стремились уехать. Однако им удалось создать некое подобие протестного движения. Антисоветчики писали петиции, давали интервью западным журналистам и издавали запрещенную литературу. В частности, правозащитный бюллетень «Хроники текущих событий». Лидерами московских диссидентов были Петр Якир и Виктор Красин. Яркие личности со сложными судьбами, по жизням которых плотно прошлась советская репрессивная машина. Оба были бывшими политзаключенными, люто ненавидящими Сталина. В 1960-е Якир и Красин смогли собрать вокруг себя множество достойных людей Москвы того времени. Участники протестного движения выступали с резкой критикой курса брежневского руководства на сворачивание десталинизации и писали письма и петиции в органы власти и советскую прессу. В странах Запада печатались антисоветские книги диссидентов. Велась правозащитная деятельность. Была создана инициативная группа по защите прав человека в СССР, которая направила обращение в Комиссию по правам человека ООН. Однако, вся эта деятельность закончилась очень и очень постыдно. И кажется, что московские интеллектуалы не оправились от этого позора до сих пор. 5 сентября 1973 года признанные лидеры диссидентского движения Петр Якир и Виктор Красин выступили с публичным заявлением на телевидении. Мы знали, что мы выступаем против законов нашей страны, что мы нарушаем эти законы. Наша деятельность носила нелегальный характер, скрытный характер. В чем же заключалась нелегальность? У нас имели место конспиративные встречи с единомышленниками, конспиративные встречи с иностранцами. Мы подпольно размножали и распространяли антисоветскую литературу. Ну и прибегали к разным ухищрениям своей деятельности вообще. Публичное покаяние уважаемых ранее людей, осудивших все движение сопротивления коммунистической диктатуре, стало настоящим шоком для московских диссидентов. Либеральное диссидентское движение Москвы было полностью деморализовано. Якир и Красин сдали всех и вся, а это более 200 активистов. Были задержаны и допрошены почти все, кто имел отношение к московской либеральной тусовке. Некоторые из них выдали других диссидентов. После этого многие люди, удрученные и ошарашенные предательством своих лидеров, отошли от диссидентства. Протестное движение в Москве, так и не ставшее единой и объединяющей силой сопротивления режиму во всей стране, было угроблено. И причина не только в предательстве. Почему московские интеллектуалы предпочли смирение? Ведь приговоры были очень мягкими. Якир, например, вышел через год, ну и постепенно спился. А Красин попросту уехал на Запад на деньги КГБ. Сели в тюрьму очень немногие, получив небольшие сроки. Почему же движение умерло? Потому что одни стремились в эмиграцию к лучшей жизни, а другие были малодушными приспособленцами. Ни внятных целей, ни силы духа, ни глубокой веры. Ничего того настоящего, чем обладали лидеры протеста в республиках, московская интеллигенция не имела и в помине. И кажется, что не имеет и сейчас. Отголоски этого позора и сегодня останавливают интеллектуальную элиту Москвы от резких выпадов в сторону кремлевского режима. В столице России сидят все те же слабовольные приспособленцы, хоть и тихонько ругающие Путина, но все равно твердо уверенные в том, что Крым их. Они деловито толкаются локтями, пробивая себе место под солнцем и не задаются моральными вопросами. А за примерами далеко ходить и не надо. Вот типичный пример, прекрасно демонстрирующий связь времен. В 2013 году признанный в России мастер-документалист, репортер, москвич Андрей Лошак сделал об упомянутом уже деле Якира Красина фильм «Анатомия процесса». Причем достаточно отстраненный. А у самого Лошака совсем недавно брал интервью Юрий Дудь. Либерал Лошак вполне серьезно говорит в беседе с Дудем о том, что Сталин правильно забрал Восточную Пруссию. А Финляндия – это на самом деле красивая русская дача. И сокрушается о том, как это финны по уровню жизни настолько ушли вперед от России. Это сказано в первые 20 минут интервью. Смотреть далее мешает чувство брезгливости. Не исключено, что там еще много подобных перлов. Так вот, если даже признанный чуть ли не второй после Леонида Парфенова документалист в России попросту ванник, то, ну, вы понимаете. В генетическом коде московской интеллигенции глубоко и намертво засел генконформизма. Еще с тех самых пор, когда лучшие люди начали каяться перед режимом. А это значит только одно – если в Российской Федерации что-то и начнется, то уж точно не с Москвы. Спасибо за внимание. Больше материалов читайте на сайте хрендяблики.ком. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, поддерживайте автора на платформе Патреон. И ваше имя появится в титрах очередного ролика. Всем добра и здоровья! Субтитры сделал DimaTorzok